Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Шутка ли судьбы или что это такое, или злой урок, но вслед за Барри Каримовичем Алибасовым в реанимацию попал великолепный, мной любимый очень, и самое главное, практически мой земляк. В реанимацию попал Александр Панкратов-Черный, сыгравший в замечательных фильмах. На Фруненской набережной снимался фильм, на детской площадке Панкратова-Черного упало давление до критической низкой отметки, он упал в обморок, вызвали скорую, увезли его в первую горбольницу, и он находится в реанимации. Говорят, что состояние у него крайне тяжелое, я могу сказать, что мне Ретакберг всегда очень нравился и нравится, я надеюсь, что все будет в порядке, но на данный момент он находится в реанимации, повторюсь. Он юморной мужик, достаточно посмотреть на лицо Панкратова-Черного, чтобы уже настроение улучшилось, и ты сразу же смеешься, не говоришь о том, когда он играет какую-то роль в юмористическом фильме. Мне очень жаль, я еще раз говорю, это прямо-таки какой-то злой урок, потому что они прямо подряд с Алибасовым уехали, так сказать, в больницу. Слышали ли вы об этом или нет? Пишите, ребята, комментарии, давайте поддержим любимого актера. Для меня, еще раз говорю, из-за многих советских, многих-многих-многих актеров, Александр Панкратов-Черный, он был просто близок, почему? Потому что это друг Михаила Евдокимова, вы помните, наверное, такого юмориста, который стал губернатором Алтайского края, потом неожиданно, ты, кстати, врезался там куда-то. Я специально говорю так куда-то, знаю куда, почему? Потому что неожиданно здесь слово, значит, ключевое. И ключевая фраза стал губернатором Алтайского края, да, потом перестал им быть. Значит, он был другом, значит, Евдокимова, и они были люди, вот знаете, люди народа. Вот можно было смотреть, слушать и чувствовать, что ты просто смотришь не каких-то звезд с серебряными губами, грудью там, которые пытаются что-то выиграть где-то. Это были обычные люди, которые играли, выступали, от них шла обычная такая человеческая, бешеная человеческая энергетика, и каждый воспринимал их как, вот, я не знаю, друзей, соседей, не знаю, подачи по лестничной клетке. Они были простыми, без понтов, и вот этим они, я считаю, покорили миллионы, миллионы людей и своих зрителей. Будем следить за этой темой, и еще раз говорю, скорейшего выздоровления Александра Подкатова-Черна, великолепному актеру, и пусть сыграет еще в десятке великолепных фильмов. Пишите, ребят, слова поддержки, давайте поддержим у любимого актера. Всем пока, до встречи.